и уж если вы имеете лодку то по-любому придется забираться на мачту так что тем кто боится высоты надо выпивать поехали а мачта у афины примерно метров 15 или 17 енин станислав вадимович это уже второй подъем на именно на эту мачту первый раз был для инспекции всего вант и так далее всех креплений а сейчас хочу залезть в радар вообще радар не рабочий то есть его по идее либо на снимать либо посмотреть что с ним там внутри как минимум хочется открыть крышку и посмотреть подбери веревочку став на зеленую а если ли слетать так на 2 так сейчас надо показать низ стоп почти добрался сейчас я посмотрю крепления какие у него тут вот он радар висит это мы на 30 процентов от мачты так это стас внизу я сразу вспомнил момент когда я в детстве занимался скалолазанием наверное лет десять было мы занимались на таких тренажерах может четыре этажа на стадионе и значит мой товарищ который контролировал меня то есть страховала там веревка через верхний блок и идет на значит твоего партнера он побежал за другим чтобы там напинать его в общем горят дети я вот помню висел и понимал что я ничем не застрахован а там держишься только на камешке зама за маленькие такие камушки да после этого я решил что ну его нафиг так ладно смотрим да приходится лазить а он у нас еще сколько мачта идет до прошлый раз я до подали зал как видите поднимаешься на двух веревках если одна но лопнет то тогда на второй удержишься наверное но это не точно ранним утром только что получили панельки приехали нам нам из мерсина только разгрузили часть надо вести на хранение пока небольшой маленький пробный тест еще до того как укладываем их на их посадочное место хотелось именно посмотреть на влияние перекрытия части площади например гиком затемнение посмотреть как это будет влиять на получение ватт ватт неспроста взяли панельки киусел которые себя представляют две половинки то есть они серия dual если вы видите панель разделена на две части и это как бы две независимые панели в одной для чего это сделано когда у обычной панели например вот лежит поле кристалл если его закрывает гик или тень от чего-то а гик тут сами понимаете постоянно ходит да есть парусом вы идете разными галсами стоите гик может перекрывать часть панели поэтому вот когда панель представляет из себя сборку одну то есть там внутри и ячейки под подсоединены последовательно то соответственно когда тень перекрывает панель в любом месте это очень сильно прямо критически влияет на количество ампер до которая панель дает вольтаж соответственно ваты падают а здесь это должно не так работать и вот сейчас для интереса мы подключили одну пока mpt то есть одна панель и один мппт контроллер контроллер виктрон максимальный вольтаж 100 вольт максимальный топ который он дает 50 ампер то есть эта серия 100 слэш 50 сейчас 1240 солнце еще поднимается практически в зените то есть максимум мы видели на этой панели 290 ватт номинал у этой панели максимальный максимальная пиковая мощность 330 они обозначены то есть 290 мы на ней видели то есть когда солнце падает под прямым углом мне сейчас если вы посмотрите солнце немножко падает под косым углом если видно сейчас 275 ватт выдает эта панель а теперь смотрите хотелось понимать сколько будет вот эмулируем ситуацию когда у нас допустим geek пошел и закрыл часть панели вот он да то есть одну часть смотрим сколько у нас у нас 149 ватт 148 то есть было 275 стало 148 то есть больше чем половинка то есть вот такое влияние если бы эта панель состояла из одной одного большого массива соединенных последовательно соответственно это бы сильно влияло бы очень критически и так получается что вот здесь две панели будут лежать на этой арке и как раз будет удобно то что у нас получается 4 4 поля до которые могут независимо работать то есть всегда будут работать 3 получается из них одно будет закрывать гиг каком-то положении и если посмотрите вот на основную арку панели предполагается вот вот так да то есть вдоль укладывать и гиг примерно доходит заходит ну процентов на 40 вглубь арки и соответственно у нас будут половинки то распределены тоже удобно то есть также будет закрыта всего лишь одна половинка какой-то панели вот пока так интересно конечно посмотреть как будет работать две панели потому что предполагается сетап тут такой панели будут подключены параллельно по две таких панели на один мппт контроллер потому что больше двух параллельно производитель панелей уже не рекомендует соответственно почему не последовательно потому что при затенении одной панели цепочки последовательно соединенных панелей то есть будет падать напряжение причем у всей цепочки и по возможности наверное этого лучше избегать может быть интересно будет какой-нибудь гибридный режим последовательно параллельный но пока вроде у нас мппт по параметрам мппт будут тут три штуки 150 на 75 150 вольт максимум и 50 75 это максимальный ток который мппт может сдавать напомню что эти панели порядка 40 вольт поэтому но последовательно сколько их можно три штуки соединить максимум повесить на один мппт короче пока в голове параллельная схема скорее всего так она и будет и вот мы подошли к финалу этого видео потому что арка готова панели положены я вам сейчас покажу тут параллельно получилось так что если кто смотрел видео про оцинковку цепи и про то как какие заключения со мной происходили тот может посмотреть на цепь которая лежит в ящике потому что это новая цепь так получилось что моя цель была потеряна и чендлер вернул мне 80 метров новой цепи то есть этим закончилась история соответственно повешен зацеплен новый якорь рог на 33 килограмма новый свивел новый шекель то есть сейчас у нас полностью цепное хозяйство готово так а вот что у нас получилось сейчас сполоснул от песка вот у нас арка до который было в общем то видео на ней уложены четыре панели панельки пока не подключены но это видео было не о том здесь положено еще две панели здесь как я говорил будет 3 панель то есть 7 она лежит там все получилось в общем то достаточно неплохо даже лучше чем я ожидал с никогда ярок не делал что у нас получилось сделали неплохо все мне нравится да довольно интересно сделаны швы немножко грязная после того как я смыл всю грязище вот собственно результат повесили все что хотели кроме стакана стакана для удочки повесить попозже короче мне нравится как получилось на твердую четверку с плюсом или на 5 с минусом ну вот про ту фишку которую я обещал это в общем-то кран про кран сейчас я покажу на финале для чего он нужен но а в следующем видео я вам расскажу о наиболее важном параметре по моему мнению который нужно учитывать перед тем как готовить лодку в дальнее путешествие выбирать оборудование и вообще избирать стратегии установки оборудования моему мнению этот параметр является одним из самых важных поэтому оставайтесь на связи смотрите ну и мы будем смотреть потому что у нас есть что посмотреть закат который лучше никогда не пропускать всем пока в прошлом видео я говорил про фишечку которая будет в конце и связана она с аркой для удобства подъема вот фишка связана с подъемом как раз два тузика он тяжелый на и вообще с удобством сделали вот такой экран вот он автор идеи стоит автор идеи по 500 евро потому что как станислав вадимович говорит что он у него идея примерно он то сразу надо листать да то есть как бы уже очень страшно когда он произносит эти слова но тем не менее короче говоря получился сделали вот такой экран который состоит из буквы п вот он да в нижнем положении на нем сейчас висит тузик не обращайте на количество веревок тут лишних потому что они используются сейчас для страховки для переброса талий четыре блочка до которые уменьшают необходимую силу для подъема система блоков и и вся проводка идет через вот тот угловой блок на лебедку на электрическую для чего для того чтобы легче отпускать легче подымать просто напоминают узик весит больше ста килограмм с мотором на все 140 с ящиком сейчас мы попробуем поднять то есть сейчас у нас электричество на катя нет поэтому поднимем на ручной лебедки нежелательно буква п давайте станислав вадимович до запускаете процесс то есть и 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